В Централизованном стройзаказчике подвели итоги электронного аукциона на выполнение работ по устройству и содержанию зимника на Ринмарусинск. На участие в аукционе заявились три компании. Победителем признано общество с ограниченной ответственностью «Техносфера», предложившее лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации. Напомним, компания «Техносфера» возводит в регионе автомобильную дорогу на Ринмарусинск. В этом году за счет ее поэтапного строительства зимник станет короче на 22 километра. Подрядчику предстоит устроить и содержать 33 километра зимней дороги. Ширина проезжей части составит 6 метров. Полотна дороги 9 метров. Расчетная скорость движения от 30 до 50 километров в час. На крутых спусках и подъемах будет организовано дежурство бульдозеров. Для обеспечения ширины полотна дороги и ориентации водителей в условиях пониженной видимости через каждые 50 метров будут установлены вехи со светоотражающей пленкой. Также через каждые 15 километров будут расположены пункты по сбору мусора. В этом сезоне будет организован один дорожно-ремонтный пункт, в котором водители смогут отдохнуть и дождаться помощи в случае необходимости. Узнать о состоянии зимника можно будет прямо перед выездом. В районе базы на Ринмар-Доремстроя и в районе поста ГИБДД на участке Харьягинские, граница округа. Здесь установят информационное табло. Снегоходные маршруты в Заполярном районе Пояснил глава поселения, жители обратились с просьбой провешковать трассу для снегоходов там, где когда-то проходила старая тракторная дорога. Этот путь короче примерно на 50 километров по сравнению с дорогой через Коткино и на нем стоит больше избушек, где можно передохнуть. Таким образом, с 2022 года администрация Тиманского сельсовета будет обозначать и содержать три снегоходные маршрута. До деревни Воланга, до села Коткино, до Щучьего озера, через поселок Ваучейский и до поселка Хангурей. С учетом этого изменения, количество маршрутов для снегоходов на территории Заполярного района составило 26, а их общая протяженность более 1 252 километров. На их обозначение и содержание в проекте районного бюджета на 2022 год запланировано почти 1 миллион 700 тысяч рублей. Из 12 сельских поселений работы по обозначению снегоходных маршрутов выполнены в девяти. В Андикском, Приморско-Куйском, Великовисочном, Телевисочном, Пустозерском, Шоинском, Канинском, Пешском, Коткинском. Продолжаются работы в Омском, Малоземельском и Тиманском сельсоветах. Ненецкого округа Напомним, в 2022 году в Ненецком округе появится шесть субсидируемых региональных авиарейсов. Помимо Казани, авиакомпания «Руслайн» два раза в неделю будет выполнять рейсы из Наринмара в Киров, Санкт-Петербург и Сыктывкар. С 1 июня по 31 августа 2022 года один раз в неделю «Руслайн» будет летать в Симферополь и Сочи. Продолжение следует... Продолжение следует... С 15.30 до 19.30. Субботу и воскресенье с 12.00 до 16.00. Строительство «Еслисада» в Наринмаре в рамках нацпроекта «Демография» подходит к завершению. Все работы на объекте планируется завершить 20 декабря. Сегодня на стройке работает порядка 40 человек. Подрядчику осталось закончить отделочные работы, установить вентиляцию, смонтировать оборудование и мебель, а также навести порядок. Готовность объекта высокая – более 90%. «Еслисад» рассчитан на 60 мест. Контракт на строительство заключен в июне 2020 года с подрядной организацией «Стройуниверсал». Цена контракта – 279 миллионов рублей. Детский сад откроет двери для своих воспитанников в начале 2022 года. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный сообщил на своей странице ВКонтакте о начале подготовки к гонкам на снегоходах «Бурандей». Два главных вопроса, которые интересуют участников и зрителей – где и когда. Дата выбрана, соревнования пройдут в субботу, 19 марта. Место проведения – «Бурандей-2022», трасса в районе воинской части. В перспективе эта территория станет базой для всех гонщиков, как начинающих, так и для опытных. «Здесь можно будет потренироваться и пройти обучение с нуля», – написал глава региона. Напомним, в этом году в 25-х юбилейных гонках по кроссу на снегоходах «Бурандей» участвовали 60 спортсменов. Общественный совет по определению необходимости увековечивания памяти выдающихся событий, личности Ненецкого округа при губернаторе, вынес решение присвоить звание известного в регионе общественного деятеля и спортсмена Бориса Бородкина – ледовому дворцу в городе Наринмаре. 60 трудовых лет на благо региона, активный житель округа, за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Наринмаре, воспитание подрастающего поколения, ему было присвоено звание почетный гражданин Наринмара, а позже и звание почетный гражданин Ненецкого автономного округа. Клад Бориса Бородкина в развитии физкультуры и спорта в Ненецком округе неоценим. Вся его жизнь – это пример подвижничества. За 17 лет, что он работал учителем физкультуры в школе номер 2, спорт стал, можно сказать, визитной карточкой микрорайона лесозавод. В учениках он старался воспитывать не только спортивные качества, но и порядочность, честность, справедливость. Многие годы он тренировал ребят на открытом ледовом катке в лесозаводском микрорайоне. Это уже потом в этом же микрорайоне города Наринмара появился ледовый дворец европейского уровня для детей и юношества труд. Отправной точкой для присвоения трудовому дворцу имени почетного жителя и активного спортсмена Бородкина стало ходатайство, которое поступило в адрес губернатора. Благодарные жители, ученики, соратники попросили увековечить память о достойном человеке. К 1 апреля на здании ледового дворца появится мемориальная табличка с именем активиста-спортсмена, а позже его имя будет обозначено в наименовании учреждения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова